Актерам не только нужно вжиться в образы разных людей, но и суметь их понять, проникнуться их трудностями и радостями. Некоторые актеры становятся любимыми и узнаваемыми с первого взгляда. Им приходится не только играть, но и переживать за героев, как будто они и в самом деле живут их жизнью. Их опыт, профессионализм, харизма и талант способны сделать из любой истории настоящий шедевр. Именно поэтому сериал с каждым просмотром становится все более интересным. По мере того, как разворачивается история, вы будете ошеломлены, задаваясь вопросом, что же будет дальше. Напряжение нарастает с каждой минутой, пока нас ведут по пути интриг и тайн. Каждая сцена искусно создана, чтобы удерживать внимание зрителя, а повороты сюжета заставят вас затаить дыхание. Сценарий первоклассный, с плавным потоком, который плавно объединяет различные сюжетные нити и персонажей. Сценаристы превзошли сами себя, создав захватывающую и убедительную историю, которая будет держать вас в напряжении до самого конца. Нужны ли титры, если их никто не читает? В конце концов, зачем тратить драгоценное время и деньги на то, что никто никогда не увидит и не оценит? Это серьезная проблема, но ответ не так прост, как вы думаете. Титры являются неотъемлемой частью любого фильма или сериала. Они служат способом признать тяжелую работу и самоотверженность сотен людей, которые внесли свой вклад в проект. Каждый человек, от режиссера и актеров до съемочной группы и звукооператоров, играет жизненно важную роль в воплощении истории в жизнь. Титры позволяют нам признавать и ценить усилия, затраченные на создание наших любимых фильмов и сериалов. Но что, если их никто не читает? Значит ли это, что они не нужны? Не обязательно. То, что люди не ищут активно титры, не означает, что они не важны. Подумайте об этом. Когда вы в последний раз смотрели фильм и сразу же выключали его, как только пошли титры, скорее всего, вы, вероятно, позволили им играть в фоновом режиме, пока проверяли свой телефон или убирались в гостиной. Титры, возможно, не были главной достопримечательностью, но они все еще были там, молча выполняя свою работу. Кроме того, титры служат практической цели, выходящей за рамки простого признания. Они часто используются как способ документирования юридических и финансовых аспектов производства. Контракты, лицензионные соглашения и уведомления об авторских правах часто включаются в титры, что делает их неотъемлемой частью юридической документации проекта. Без них могут быть серьезные юридические и финансовые последствия. Титры также могут быть способом почтить наследие тех, кто скончался. Многие фильмы и сериалы включают в титры сегменты памяти, чтобы отдать дань уважения актерам или членам съемочной группы, которые скончались. Эти сегменты служат трогательным напоминанием о влиянии этих людей на проект и отрасль в целом. В заключении, хотя может показаться, что титры не нужны, если их никто не читает. На самом деле они являются неотъемлемой частью кино и телеиндустрии. Они служат практическим, символическим и сетевым целям и признают тяжелую работу и самоотверженность сотен людей, которые вносят свой вклад в каждый проект. Безопасность при съемке. Это не просто вопрос галочки или соблюдение набора правил. Речь идет о том, чтобы каждый мог работать с полным спокойствием, зная, что об их благополучии заботятся. В быстро меняющемся и динамичном мире кинопроизводства безопасность имеет решающее значение, и ее нельзя ставить под угрозу. Подумайте об этом так. Вы на съемочной площадке, камеры работают, а актеры разыгрывают особенно напряженную сцену. Внезапно вы слышите громкий треск и, повернувшись, видите, что с потолка упал свет, едва не задев одного из актеров. Это душераздирающий момент, и никто не хочет переживать его. Вот почему так важна безопасность при съемке. Речь идет о создании среды, в которой подобные аварии просто не происходят. Речь идет о том, чтобы убедиться, что каждая часть оборудования надежно защищена. Каждый провод имеет надлежащую изоляцию, а каждый член съемочной группы обучен быстро и эффективно реагировать в чрезвычайной ситуации. Но безопасность съемок — это не только предотвращение несчастных случаев. Это также касается создания атмосферы, в которой может процветать творчество. Когда вы знаете, что о вашей безопасности заботятся, вы можете сосредоточиться на своем ремесле, будь то игра, режиссура или работа с камерой. Вы можете достичь новых высот, зная, что вы в надежных руках. Также важно, чтобы все члены съемочной группы были нужным образом обучены и квалифицированы для выполнения своих функций. Например, операторы камер должны быть обучены работе на высоте и использованию привязных ремней, а электрики должны быть обучены безопасной работе с электричеством. Убедившись, что все нужным образом обучены, можно значительно снизить риск несчастных случаев и травм. Процесс создания сериала или фильма невероятно сложен и включает в себя множество различных этапов, каждый из которых требует времени и опыта. Во-первых, давайте поговорим о сериалах. Время, необходимое для создания сериалов, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Некоторые из них выпускаются еженедельно, а новые серии выходят в эфир каждую неделю в течение сезона. Другие сериалы могут быть созданы все сразу, а затем выпущены целиком на потоковой платформе, такой как Netflix или Amazon Prime Video. Для еженедельных сериалов процесс обычно начинается за несколько месяцев до выхода в эфир первого эпизода. Сценаристы начинают с разработки концепции и написания сценария пилотного эпизода. Как только пилот получит зеленый свет, сценаристы приступят к работе над остальными эпизодами сезона. Это может занять несколько месяцев, так как каждый эпизод должен быть тщательно проработан и доработан, чтобы гарантировать, что он вписывается в общую сюжетную линию сезона. После того, как сценарии будут готовы, съемочная группа приступит к подбору актеров, поиску локаций и разработке декораций и костюмов. Это может занять еще несколько месяцев, так как каждый аспект должен быть тщательно спланирован и реализован. Время, необходимое для создания фильма, зависит от нескольких факторов, включая жанр, бюджет, сценарий, съемочную группу и видение режиссера. Однако в среднем на создание фильма от замысла до релиза уходит около двух-трех лет. Первым шагом в создании фильма является процесс написания сценария. Этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких лет в зависимости от сложности истории и количества необходимых исправлений. После того, как сценарий готов, следующим шагом является подготовка к съемкам, когда нанимается съемочная группа, определяются локации и определяется бюджет. Фактически съемочный процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от размера и сложности производства. В это время съемочная группа неустанно работает над тем, чтобы запечатлеть замысел режиссера на камеру. Каждая деталь, от освещения до звука и спецэффектов, должна быть идеальной, чтобы создать цельный кинематографический опыт. После завершения съемок начинается процесс постпродакшена. Это включает в себя монтаж, звуковой дизайн и визуальные эффекты. Постпродакшен может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности фильма и количества необходимых спецэффектов. После завершения постпродакшена фильм готов к прокату. Однако прежде чем общественность увидит его, необходимо предпринять еще несколько шагов. К ним относятся маркетинг и продвижение, кинофестивали и сделки по распространению. Все шаги могут занять от нескольких месяцев до года и более. Киноиндустрия — это загадка, которая может быть столь же непредсказуемой, сколь и увлекательной. Это мир, в котором небольшой малобюджетный инди-фильм может мгновенно стать классикой, а многомиллионный блокбастер может стать колоссальным провалом. Но что заставляет одни фильмы взлетать, а другие рушатся и гореть? В основе каждого успешного фильма лежит захватывающая история. Хорошая история — это основа, на которой строится фильм. И это то, что удерживает аудиторию от начала до конца. Хорошо рассказанная история может перенести нас в другой мир, познакомить с очаровательными персонажами и вызвать у нас целый ряд эмоций — от радости и смеха до страха и печали. Но одной хорошей истории недостаточно, чтобы гарантировать успех. Время также имеет решающее значение. Фильм, который выходит в нужное время, когда публика жаждет чего-то нового и захватывающего, может мгновенно стать хитом. Например, фильм ужасов, выпущенный незадолго до Хэллоуина, имеет больше шансов преуспеть, чем фильм, выпущенный в середине лета. Маркетинг также играет огромную роль в определении успеха фильма. Хорошо проведенная маркетинговая кампания может вызвать ажиотаж и предвкушение, заинтересовав людей фильмом еще до его выхода. С другой стороны, плохо продаваемый фильм может остаться незамеченным и быть забытым. Кастинг фильма также имеет решающее значение. Известный актер или актриса может привлечь аудиторию и придать фильму ощущение важности. Талантливый актерский состав может улучшить даже самый посредственный сценарий, в то время как слабый актерский состав может погубить потенциально отличный фильм. Режиссеры также играют важную роль в успехе. Опытный режиссер может взять хороший сценарий и превратить его в шедевр, в то время как менее опытный режиссер может испортить отличную историю. Режиссерское видение, стиль и умение работать с актерами могут создать или разрушить фильм. Стиль режиссера – еще один критический фактор, который может предрешить успех фильма или сериала. Каждый режиссер имеет уникальный стиль, который отличает их от других. У некоторых режиссеров есть определенный жанр, в котором они преуспевают, в то время как у других есть особый визуальный стиль или стиль повествования, который отличает их от других. Стиль режиссера может помочь создать запоминающийся фильм, который будет выделяться на фоне многолюдного кино. Наконец, есть нематериальный фактор удачи. Иногда фильм просто вызывает отклик у зрителей, становясь культурным явлением, которое никто не мог предсказать. В других случаях фильм, который кажется безошибочным хитом, может провалиться по причинам, которые никто не может объяснить. Будущее кино стремительно меняется на волне популярности стриминговых сервисов. Поскольку мир становится все более цифровым, а потребители требуют мгновенного удовлетворения, неудивительно, что традиционные кинотеатры сталкиваются с жесткой конкуренцией. Итак, какими могут быть кинотеатры будущего? Одно можно сказать наверняка – киноиндустрии придется адаптироваться, чтобы выжить. Одна из возможностей заключается в том, что кинотеатры станут более эмпирическими, предлагая иммерсивные и интерактивные впечатления, выходящие за рамки простого просмотра фильма на большом экране. Представьте, что вы заходите в кинотеатр и полностью перемещаетесь в другой мир. С развитием технологий это может стать реальностью. Подумайте о гарнитурах виртуальной реальности, сенсорных ощущениях и интерактивных инсталляциях, которые позволяют зрителям почувствовать себя частью действия. Возможности безграничны, а потенциал для создания уникальных и незабываемых впечатлений огромен. Но как насчет традиционного кинотеатра? Будет ли он по-прежнему иметь место в будущем кино? Абсолютно. Всегда будет рынок для волшебства сидения в темном кинотеатре, в окружении незнакомцев и совместного просмотра фильма. Тем не менее, киноиндустрии придется приложить больше усилий, чтобы обеспечить впечатления, которые невозможно воспроизвести дома. Один из способов, с помощью которого кинотеатры могут добиться этого – предлагать больше опций премиум-класса, таких как роскошные кресла, изысканные закуски и эксклюзивные мероприятия. Другая возможность заключается в том, что кинотеатры будут сотрудничать с потоковыми сервисами, чтобы предлагать эксклюзивный контент, который можно увидеть только на большом экране. В конечном итоге будущее кино будет определяться желаниями и ожиданиями потребителей. С появлением стриминговых сервисов стало ясно, что люди хотят удобства и доступа к контенту на кончиках пальцев. Но это не значит, что магия кино умерла. На самом деле потенциал для инноваций и творчества больше, чем когда-либо прежде. Так что пристегнитесь, возьмите попкорн и приготовьтесь к поездке. Будущее кинематографа, несомненно, будет захватывающим. Есть что-то поистине волшебное в походе на премьеру фильма в кинотеатре. С того момента, как вы войдете внутрь, вы почувствуете предвкушение в воздухе. Как будто каждый ждет чего-то невероятного и знает, что находится в нужном месте, чтобы испытать это. Стены украшены афишами фильмов, а над головой мерцают яркие разноцветные огни. Как будто кинотеатр готовится перенести вас в совершенно другой мир. И когда вы пробираетесь к своему месту, вы не можете не чувствовать волнение, бурлящее внутри вас. Когда гаснет свет, вы усаживаетесь в кресло и позволяете себе увлечься волшебством большого экрана. Каждая деталь, каждый звук и каждый момент предназначены для того, чтобы погрузить вас глубже в историю, разворачивающуюся перед вашими глазами. И когда фильм наконец начинается, вы полностью сметены. Вы больше не в кинотеатре, вы в совершенно другом мире. Вы живете и дышите историей вместе с персонажами, чувствуя каждую эмоцию, как если бы она была вашей собственной. Но не только сам фильм делает этот опыт таким особенным. Это общее чувство удивления и волнения, которое пронизывает весь кинотеатр. Вздохи, смех и аплодисменты — все это добавляет опыта, делая его похожим на коллективное мероприятие. И когда фильм наконец заканчивается, у вас остается ощущение, что вы были в диком приключении. Выходишь из кинотеатра с чувством радости, удивления и удовлетворения. Это уникальный опыт, которым мы всегда будем дорожить. В мире, где мы так заняты и рассеяны, поход на премьеру фильма дает возможность замедлиться и восстановить связь с магией кино. Это напоминание о том, что истории могут нас увлечь, фильмы могут вдохновить, и что общий опыт может сблизить нас. Когда вы видите своих любимых актеров на экране, вы можете задаться вопросом, что они делают весь день на съемочной площадке. Вы можете представить себе, как они потягивают лати в своих трейлерах, получают ретушь от визажистов или репетируют реплики со своими коллегами по фильму. Но правда в том, что актеры — занятые существа, и для создания фильма или сериалов нужно гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Прежде всего, актеры тратят много времени на подготовку к своим ролям. Это означает изучение персонажа, которого они будут играть, изучение сценария и понимание мышления человека, которого они изображают. Они могут встретиться с режиссером и другими актерами, чтобы обсудить своих персонажей и историю в целом, а также поработать с тренерами над совершенствованием своего акцента, физических движений или других навыков, которые требуются для их ролей. После начала съемок актеры проводят долгие часы на съемочной площадке, часто пребывая до рассвета и уезжая после захода солнца. Они могут часами снимать одну сцену, повторяя одни и те же реплики и движения снова и снова, пока режиссер не будет удовлетворен. В перерывах между дублями они могут пересмотреть свои реплики, перекусить или поболтать со своими коллегами по фильму, чтобы создать химию и дух товарищества. Но съемка — это не только гламурные моменты, которые вы видите на экране. Актеры также проводят много времени в ожидании. Они могут ждать, пока настроят освещение, настроят камеру или пока будут сняты другие сцены. Это время простое, может разочаровывать, но это необходимая часть процесса. Актеры используют это время, чтобы отдохнуть, просмотреть свои реплики или просто понаблюдать за тем, что происходит на съемочной площадке. Помимо съемок, актеры также могут уделять время продвижению своих проектов. Это могут быть интервью с журналистами, выступления на ток-шоу или посещения премьер и мероприятий для продвижения своей работы. Эти действия могут быть утомительными, но они являются важной частью распространения информации о новом фильме или сериале. Кроме того, актеры часто участвуют в благотворительных и общественных мероприятиях, что позволяет им поддерживать положительный образ в глазах публики и вносить свой вклад в общество. На этих мероприятиях они могут встречаться с фанатами, подписывать автографы и даже проводить мастер-классы, делиться своим опытом и знаниями с молодыми актерами или благотворительными организациями. Также нельзя забывать о постпродакшене. После окончания съемок актеры могут быть задействованы в дополнительной озвучке или участвовать в монтаже своих сцен, чтобы убедиться, что их персонажи точно передают нужные эмоции. Это требует тонкого понимания как своего персонажа, так и технических аспектов кинопроизводства. Вы когда-нибудь смотрели фильм или сериал и оказывались полностью погруженными в мир на экране? Персонажи, история и диалоги могут быть важными элементами, но именно декорации могут по-настоящему перенести вас в другое место и время. Декорации — это больше, чем просто фон для действия. Это неотъемлемая часть процесса повествования, визуальное представление мира, в котором живут персонажи. Правильные декорации могут создать настроение, вызвать эмоции и добавить глубины повествованию. Представьте себе вестерн без потрясающих видов американской границы или научно-фантастический фильм без футуристических пейзажей, переносящих вас в другой мир. Декорации помогают создать ощущение места и времени, вовлекая вас в историю и заставляя поверить в мир на экране. Но дело не только в создании правдоподобного мира. Декорации также можно использовать для придания истории символизма и смысла. Подумайте о зловещем и мрачном замке из фильма ужасов или об идиллической и залитой солнцем сельской местности из романтической комедии. Эти настройки говорят нам кое-что о тоне и темах истории. Декорации также могут использоваться для отражения эмоционального состояния персонажей. Мрачный, дождливый пейзаж может отражать печаль или отчаяние персонажа, в то время как яркая солнечная сцена может указывать на его счастье или надежду. Одна из замечательных особенностей декораций заключается в том, что их можно использовать по-разному. Их можно использовать для создания напряжения, создания настроения или просто для того, чтобы сделать сцену более визуально интересной. Возможности безграничны. Конечно, дело не только в том, что на экране. Правильный саундтрек может улучшить декорации и оживить их. Звук волн, разбивающихся о пляж или щебетание птиц в лесу могут создать ощущение атмосферы, которая еще больше увлечет вас в историю. Многие любители кино оказывались полностью захваченными новым сериалом, с нетерпением ожидая следующего сезона. А затем внезапно узнавали, что сериал неожиданно закрыли. Это разочаровывающий опыт, и он стал слишком распространенным в последние годы. Так почему же сериалы заканчиваются после всего лишь одного сезона? Давайте рассмотрим некоторые причины этого явления. Одна из самых распространенных причин, по которой сериал заканчивается всего через один сезон, это низкие рейтинги. Ни для кого не секрет, что телевизионные сети занимаются зарабатыванием денег, и если сериал не собирает столько зрителей, сколько они хотят, вряд ли его продлят на следующий сезон. В сегодняшнем переполненном телевизионном ландшафте, когда у зрителей есть бесчисленное количество вариантов того, что смотреть, новому сериалу может быть трудно прорваться и найти аудиторию. Еще один фактор, который может способствовать окончанию сериала после одного сезона, это творческие разногласия между создателями и каналом. Сериал может иметь уникальное видение и стиль, которые отличают его от других, но если руководители сети не согласны с этим видением, они могут предпочесть закрыть сериал вместо того, чтобы попробовать что-то новое и необычное. Иногда сериал может закончиться после одного сезона просто потому, что оно задумывалось как ограниченная серия. В этом случае у создателей могла быть конкретная история, которую они хотели рассказать, и как только эта история была завершена, в дополнительных сезонах не было необходимости. Ограниченные серии становятся все более популярными в последние годы, и на то есть веские причины. Они дают создателям возможность рассказать полную и убедительную историю в рамках определенного количества эпизодов, без необходимости придумывать новые сюжетные линии для продолжения нескольких сезонов. Ограниченные сериалы также могут привлечь знаменитых актеров, которые, возможно, не заинтересованы в длительном сериале, но рады перспективе работы над более коротким, более целенаправленным проектом. Еще одним преимуществом ограниченных сериалов является то, что они могут быть более экспериментальными и смелыми, чем традиционные проекты. Имея всего несколько серий для работы, создатели могут рисковать и раздвигать границы способами, которые могут быть невозможны с сериалами, рассчитанными на несколько сезонов. Ограниченные сериалы могут затрагивать сложную тему и могут быть более амбициозными в визуальном, а также повествовательном плане, чем другие сериалы. Также важно отметить, что в последние годы растущее влияние стриминговых сервисов значительно изменило ландшафт телевизионного производства. Стриминговые платформы часто решаются на создание оригинального контента с уникальным содержанием, что иногда приводит к производству сериалов, которые могут не подходить традиционной модели продления на множество сезонов. Эти платформы могут позволить себе более быстро отказываться от проектов, которые не достигают ожидаемых цифр просмотров, переключая ресурсы на более перспективные предложения. Бюджетные ограничения также играют значительную роль в решении о закрытии сериала. Даже если сериал пользуется популярностью среди нишевой аудитории, высокие затраты на производство могут сделать его невыгодным для продолжения. В таких случаях, несмотря на творческий успех, финансовая несостоятельность может привести к преждевременному завершению сериала. Еще одна потенциальная причина закрытия сериалов после одного сезона – юридические и лицензионные споры. Иногда права на определенные истории или персонажи могут стать предметом диспутов, что существенно усложняет продолжение проекта. Не секрет, что даже лучшие актеры и актрисы допускают ошибки во время съемок. Иногда они забывают свои реплики. Или их костюмы выходят из строя, или они просто спотыкаются и падают. И когда эти ошибки случаются, они могут создать одни из самых запоминающихся и веселых моментов в истории кинематографа. Это неожиданные моменты веселья, которые заставляют нас любить наши любимые фильмы и сериалы еще больше. От пропущенных строк до спотыкания о реквизит. Ляпы могут варьироваться от незначительных неудач до полномасштабных катастроф. Но почему же мы их так любим? Возможно, это потому, что ляпы очеловечивают наших любимых актеров и актрис. Они напоминают нам о том, что даже самые талантливые и безупречные исполнители все еще подвержены ошибкам. И давайте смотреть правде в глаза. Видеть, как они смеются, ругаются или ломают характер, может быть совершенно милым. Но ляпы — это не просто развлечение для зрителей. Они также являются ценным инструментом для кинематографистов. Изучая ошибки, возникающие во время съемок, режиссеры и монтажеры могут определить области, в которых можно сделать улучшение. А в некоторых случаях ляпы могут даже вдохновить на создание новых сцен или диалогов, которые войдут в окончательный вариант. Конечно, не каждые ляпы попадают в финальную версию. Некоторые из них просто слишком смущают или неуместны, чтобы их включать. Но благодаря увеличению количества выпусков DVD и Blu-ray, многие ляпы, которые когда-то были спрятаны в глубинах студийных архивов, теперь легко доступны для поклонников. Актерское мастерство — это вид искусства, который веками очаровывал публику. От древнегреческих трагедий до современного кино умение изображать эмоции и характеры на сцене или экране всегда высоко ценилось. Однако не каждый наделен природным талантом к актерскому мастерству, и многие могут задаться вопросом, почему это так. По своей сути, актерское мастерство требует сочетания врожденных способностей и приобретенных навыков. Наиболее фундаментальным аспектом актерского мастерства является способность убедительно выражать эмоции с помощью мимики, языка тела и модуляции голоса. Некоторые люди от природы одарены в этой области, обладая рядом выражений лица и жестов, которые могут передавать самые разные эмоции. Другим, возможно, придется много работать, чтобы развить эти навыки посредством практики и обучения. В дополнение к эмоциональному выражению, актерское мастерство также требует способности понимать и воплощать характеры. Это означает возможность погрузиться в вымышленный мир и убедительно изобразить мысли, чувства и мотивы персонажа. Это требует высокого уровня эмпатии и воображения, которыми не каждый обладает в равной мере. Но одного таланта недостаточно, чтобы стать успешным актером. Это также требует самоотверженности, тяжелой работы и готовности учиться и расти. Актерское мастерство включает в себя ряд навыков от анализа сценария и развития персонажа до вокальной подготовки и физических движений. Это требует часов практики и репетиций, часто без особого признания или вознаграждения. Только те, кто действительно увлечен своим ремеслом, могут упорно преодолевать трудности и неудачи. Будь то на сцене или на экране, актерское мастерство позволяет людям исследовать свои творческие способности, выражать свои эмоции и общаться с аудиторией мощным и осмысленным образом. Кроме того, важно понимать, что актерский талант может проявляться во многих различных формах. В то время как некоторые актеры могут преуспеть в драматических или эмоциональных ролях, другие могут блистать в комедийных выступлениях. Не существует универсального подхода к актерскому мастерству. Разные роли требуют разных навыков и талантов. Поэтому, хотя у некоторых людей может не быть естественной способности преуспеть в определенных типах ролей, у них могут быть другие таланты, которые делают их идеально подходящими для других типов выступлений. Несмотря на бесчисленные исследования, опросы и алгоритмы, используемые для анализа потребительского поведения, предсказание успеха в индустрии развлечений — это, как известно, сложная задача. Но есть и хорошие новости. Мы можем делать обоснованные предположения, основываясь на определенных факторах, которые исторически были связаны с успехом. Например, известные актеры или режиссеры, связанные с проектом, часто привлекают внимание и волнение публики. Сильная маркетинговая кампания также может вызвать ажиотаж и ожидание. Еще одним фактором является жанр постановки. Определенные жанры, такие как боевик, комедия и драма, имеют широкую привлекательность и, как правило, хорошо себя зарекомендовали. Однако даже в рамках этих жанров успех может быть разным. Например, романтическая комедия может стать хитом, а боевик может провалиться. Также стоит учитывать нынешний культурный климат. Постановки, затрагивающие актуальные социальные или политические вопросы, часто вызывают разговоры и вызывают интерес. Конечно, из каждого правила есть исключения. Некоторые постановки с громкими именами, масштабными маркетинговыми компаниями и популярными жанрами по-прежнему проваливаются в прокате или не привлекают внимания зрителей. А иногда производство без громких имен, небольшого маркетинга и малопопулярного жанра может стать неожиданным хитом. Однако стоит отметить, что рост стриминг-сервисов добавил новый уровень сложности к прогнозированию успеха. Эти сервисы полагаются на аналитику, основанную на данных, для принятия решений о том, какой контент производить или приобретать. Анализируя данные о просмотрах и поведении пользователей, они могут определить закономерности и тенденции, которые могут указывать на то, что интересует аудиторию. Актерское мастерство часто считается одной из самых гламурных профессий в мире. От красных дорожек до высокобюджетных съемочных площадок актеры постоянно находятся в центре внимания. Однако искусство актерского мастерства — это гораздо больше, чем просто надевание костюма и произнесение реплик. Речь идет о воплощении персонажа, становлении кем-то совершенно отличным от себя. Процесс превращения в персонажа может оказаться непростой задачей даже для самых опытных актеров. Это требует глубокого понимания личности персонажа, его мотивов и эмоций. Актер должен быть в состоянии полностью погрузиться в мир персонажа и достоверно передать его мысли и действия. Давление, связанное с работой в сжатые сроки, может быть невыносимым. Необходимость каждый раз показывать убедительную игру может сказаться на психическом и физическом здоровье актера. Постоянное давление, чтобы оправдать ожидания, может быть утомительным. И многие актеры изо всех сил пытаются сохранить свою концентрацию и энергию на протяжении всего съемочного процесса. Несмотря на эти проблемы, награда за воплощение персонажа может быть огромной. Когда актер успешно перевоплощается в персонажа, он привносит в роль уникальный вид, который может очаровать зрителей и оставить неизгладимое впечатление. Способность переносить зрителей в другой мир и вызывать сильные эмоции. Вот что делает актерское мастерство такой мощной формой искусства. Однако сложность перевоплощения в персонажа может варьироваться в зависимости от типа роли и опыта актера. Например, некоторым актерам может быть легче превратиться в персонажа, который имеет те же особенности характера или опыт, что и они сами. Многие актеры считают процесс превращения в персонажа одним из самых полезных аспектов своей профессии. Это позволяет им исследовать различные аспекты себя, и уникальным образом связываться с окружающим миром. Процесс трансформации также может быть терапевтическим для актеров, позволяя им исследовать сложные эмоции и переживания, которые в противном случае у них, возможно, не было бы. Кроме того, актерское мастерство требует от артистов огромной адаптивности и способности к быстрой перестройке. Например, они должны уметь работать в различных жанрах и стилях — от классической драмы до современной комедии, что требует не только таланта, но и постоянного обучения и совершенствования навыков. Эта способность адаптироваться и изменяться в зависимости от требований роли или режиссера добавляет еще один уровень сложности в их работу. Актеры также сталкиваются с необходимостью постоянно участвовать в кастингах и пробах, где каждый раз им приходится доказывать свою пригодность и уникальность перед критиками и режиссерами. Это может создавать дополнительное психологическое напряжение и нестабильность в карьере. Однако успешное преодоление этих испытаний не только укрепляет их репутацию, но и открывает новые возможности для карьерного роста и творческого выражения. Фильмы или сериалы — вечный вопрос, который терзает умы любителей развлечений повсюду. Оба формата имеют свою уникальную привлекательность, но какой из них лучше? Ответ не так прост, как можно подумать. Все зависит от того, что вы ищете. Кино всегда было популярным форматом для вечернего развлечения. Они предлагают полную историю за короткий промежуток времени, обычно продолжительностью не более двух-трех часов. Это означает, что история должна быть лаконичной и по существу, оставляя мало места для развития персонажей или замысловатых поворотов сюжета. Тем не менее, ограниченные временные рамки также означают, что фильмы должны быть насыщенными действиями и захватывающими от начала до конца. Они должны захватить внимание зрителя и удерживать его до самого конца. Но пока не сбрасывайте со счетов сериалы. Благодаря более длительному времени просмотра, сериалы обладают уникальной способностью полностью развивать персонажей и сюжетные линии в течение нескольких сезонов. Мы вкладываемся в жизнь персонажей, наблюдая, как они растут и меняются так, как фильмы просто не могут сравниться. А с появлением потоковых сервисов мы теперь можем смотреть целые сезоны за один присест, погружаясь в мир на несколько часов подряд. Конечно, у обоих форматов есть недостатки. Фильмы часто могут казаться поспешными, а важные детали упущены из-за нехватки времени. И хотя у сериалов больше времени для конкретизации сюжетных линий, они также могут страдать от второстепенных эпизодов, которые мало способствуют развитию сюжета. Кроме того, с таким количеством доступных вариантов потоковой передачи может быть сложно решить, что смотреть дальше. Каждый формат предлагает что-то уникальное и ценное, и в конечном итоге все сводится к личным предпочтениям. Являетесь ли вы поклонником величия большого экрана или глубины развития персонажей в сериалах, нельзя отрицать, что оба вида развлечений имеют свою собственную магию. Фильмы и сериалы способны перенести нас в волшебный мир любви и романтики, где все кажется идеальным и все живут долго и счастливо. Мы наблюдаем, как главные герои встречаются и влюбляются, преодолевая все препятствия, чтобы быть вместе. Мы болеем за них, плачем вместе с ними и смеемся вместе с ними. Правда в том, что фильмы и сериалы часто искажают наше понимание любви и отношений. Они создают нереалистичный образ того, как должна выглядеть любовь и что нужно для того, чтобы отношения заработали. Мы видим пары, которые никогда не ссорятся и кажутся во всем согласны друг с другом, но в реальной жизни отношения намного сложнее. В фильмах и сериалах мы также видим идею о том, что любовь побеждает все, что если два человека любят друг друга, все остальное не имеет значения. Но на самом деле одной любви недостаточно для поддержания отношений. Чтобы наладить отношения, требуется общение, компромисс и тяжелая работа. Мы редко видим эти элементы в фильмах. Еще одна проблема с тем, как любовь и отношения изображаются в фильмах и сериалах, заключается в том, что они часто продвигают идею того самого и единственного. Мысль о том, что для нас существует только один человек, и если мы его не найдем, мы никогда не будем по-настоящему счастливы. Это опасный миф, потому что он заставляет нас искать родственную душу и может привести к разочарованию и несчастью, если мы этого не сделаем. Кино также имеют тенденцию романтизировать нездоровое поведение в отношениях, такое как ревность и собственничество. Мы видим персонажей, которые чрезмерно ревнивы или властны и изображаются страстно влюбленными. Это посылает сигнал о том, что такое поведение является нормальным и приемлемым в отношениях, что далеко от истины. Еще один способ, которым любовь изображается в фильмах и сериалах, это всепоглощающая страсть, которая захватывает жизнь персонажей. Мы видим персонажей, которые ради любви готовы пойти на все, в том числе пожертвовать собственным благополучием или нарушить закон. Хотя это может создать захватывающую сюжетную линию, это нездоровый подход к отношениям. Любовь в фильмах и сериалах часто изображается как магическая сила, способная преодолеть все препятствия и свести двух людей в идеальном романе. Мы видим истории любви, которые охватывают поколения, которые запрещены обществом или культурой и которые преодолевают невероятные трудности. Во многих романтических фильмах мы видим шаблонную сюжетную линию, в которой два главных героя встречаются и влюбляются, сталкиваются с конфликтом или проблемой, которая угрожает их отношениям, а затем в конечном итоге находят способ быть вместе. Эту сюжетную линию приятно смотреть, потому что она дает нам надежду на то, что настоящая любовь может победить все. Однако важно признать, что истории любви, которые мы видим на экране, часто являются преувеличенными или идеализированными версиями реальных отношений. В реальной жизни отношения включают в себя гораздо больше, чем просто любовь. Они требуют доверия, общения и компромисса, и они часто запутаны и сложны. Кино и сериалы — это многомиллиардная индустрия, которая очаровывает зрителей во всем мире. Они предлагают нам способ убежать от реальности, возможность испытать разные миры и форму развлечения, которые не похожи ни на что другое. Однако, несмотря на успех отрасли, остается вопрос — всегда фильмы и сериалы окупаются. На первый взгляд может показаться, что фильмы и сериалы всегда приносят прибыль. В конце концов, фильмы-блокбастеры могут приносить сотни миллионов долларов в прокате. Однако реальность такова, что отрасль невероятно непредсказуема, и успех далеко не гарантирован. Во-первых, стоимость производства фильма или сериала может быть астрономической. Производство одного фильма может стоить десятки миллионов долларов. То же самое касается и сериалов. Это означает, что даже незначительное разочарование в прокате или падение рейтинга может оказать существенное влияние на прибыльность проекта. Еще одна проблема — вопрос дистрибуции. Стриминг-сервисы изменили традиционную модель распространения фильмов и сериалов. И хотя они могут предлагать значительные суммы денег за права на потоковую передачу контента, продюсеры и студии не всегда видят прямую отдачу от инвестиций. Кроме того, серьезной проблемой остается пиратство. Незаконные загрузки и потоки ежегодно обходятся отрасли в миллиарды долларов упущенной выгоды. Даже когда фильм или сериал пользуются успехом, прибыль не всегда распределяется равномерно между всеми заинтересованными сторонами. Например, актеры и режиссеры могут получать огромные зарплаты, что снижает прибыльность проекта. Точно так же студия или производственная компания могут получить значительную долю прибыли, оставив другим заинтересованным сторонам меньше денег, чем они ожидали. Несмотря на эти проблемы, индустрия кино и сериалов продолжает процветать. Потенциал огромной финансовой отдачи, очарования славы и художественного самовыражения, а также любовь к рассказыванию историй — все это факторы, которые заставляют индустрию двигаться вперед. Хотя некоторые проекты могут не окупить свои производственные затраты или разочаровать в прокате, индустрия в целом остается жизненно важной и динамичной частью нашей культуры. Тем не менее, многие из этих проблем можно преодолеть благодаря новаторским стратегиям и технологическим инновациям. С развитием цифровых технологий и улучшением методов анализа данных, кинопроизводители теперь могут лучше предсказывать, какие фильмы и сериалы привлекут аудиторию, а какие нет. Использование больших данных помогает студиям более эффективно распределять бюджеты и маркетинговые усилия, а также находить оптимальные каналы для распространения контента. Интеграция искусственного интеллекта в производственный процесс также открывает новые возможности для повышения эффективности и снижения издержек. Алгоритмы ИИ могут помочь в редактировании, обработке спецэффектов и даже в написании сценариев, что потенциально снижает зависимость от дорогостоящих человеческих ресурсов и ускоряет процесс производства. К тому же, развитие глобальных рынков открывает перед производителями контента новые возможности для монетизации. Сегодня фильмы и сериалы могут привлекать аудиторию не только в стране производства, но и по всему миру, что значительно увеличивает потенциальные доходы и способствует более широкому распространению культурных нарративов. Когда фильму не удается окупить свой бюджет, это может иметь серьезные последствия для всех участников. Прежде всего, студия, которая продюсировала фильм, понесет финансовый удар. Они вложили миллионы долларов в проект, который не окупился, и они будут изо всех сил пытаться возместить свои потери. Это может привести к увольнениям, сокращению бюджета и даже банкротству в некоторых случаях. Но не только студия страдает, когда фильм терпит неудачу. Актеры, режиссеры и члены съемочной группы, работавшие над проектом, также могут столкнуться с последствиями. Неудачный фильм может повредить их репутации и затруднить получение работы в будущем. Однако влияние провального фильма не ограничивается только финансовыми потерями. Это также может оказать глубокое влияние на отрасль в целом. Если слишком много фильмов не окупит бюджет, инвесторы могут опасаться вкладывать деньги в новые проекты. Это может привести к уменьшению количества производимых фильмов и потере творчества в отрасли. Итак, в чем причина провала фильма? На это влияет множество факторов, в том числе плохой маркетинг, неудачное время и слабые отзывы. Иногда фильм просто не находит отклика у зрителей, как надеялись создатели фильма. В других случаях внешние факторы, такие как глобальная пандемия, могут полностью подорвать шансы фильма на успех. Но то, что фильму не удается окупить свой бюджет, не означает, что это полная катастрофа. Некоторые фильмы стали культовой классикой, любимой зрителями спустя долгое время после их первого выхода. И даже если фильм не имеет успеха у критиков или коммерческого успеха, опыт его создания все равно может быть ценным для всех участников. В конце концов, киноиндустрия — это азартная игра. Каждый раз, когда студия вкладывает в проект миллионы долларов, она рискует. Иногда этот риск окупается, а иногда нет. Но даже когда фильму не удается окупить свой бюджет, важно помнить, что всегда есть уроки, которые нужно извлечь, и новые возможности на горизонте. Режиссеры — невоспетые герои киноиндустрии. Это провидцы, которые воплощают истории в жизнь, превращая слова на странице в увлекательные изображения на большом экране. Но за блеском и гламуром Голливуда скрывается целый мир проблем и препятствий, с которыми приходится сталкиваться режиссером во время съемок. Одна из самых больших трудностей, с которыми сталкиваются режиссеры — управление эго-актеров. Некоторым актерам требуется особое отношение или предъявляются особые требования, которые может быть сложно удовлетворить. Управление этими личностями требует тонкого баланса дипломатии и такта, а также сильных лидерских качеств. Еще одна проблема связана с непредсказуемым характером кинопроизводства. Независимо от того, сколько планирования и подготовки уходит на проект, в любой момент могут возникнуть неожиданные препятствия. Погода может измениться, оборудование может выйти из строя, могут произойти несчастные случаи. Режиссеры должны уметь думать на ходу и придумывать творческие решения, чтобы производство продвигалось вперед. Время — еще один враг, с которым режиссеры должны бороться. Графики съемок часто бывают плотными, и всегда есть необходимость не сбиться с пути и не выходить за рамки бюджета. Это означает, что режиссеры должны эффективно распоряжаться своим временем, принимать быстрые решения и внимательно следить за временем. Техническая сторона кинопроизводства также может представлять трудности для режиссеров. Они должны тесно сотрудничать с оператором, чтобы добиться желаемого внешнего вида фильма. Это требует глубокого понимания, какие нужны ракурсы, освещение и других технических аспектов кинопроизводства. Наконец, режиссеры должны также управлять ожиданиями производителей, инвесторов и других заинтересованных сторон. Они должны сбалансировать творческое видение фильма с коммерческими реалиями индустрии. Это означает принятие трудных решений и компромиссов, которые могут повлиять на конечный продукт. Несмотря на эти проблемы, награды кинопроизводства неизмеримы. Для режиссеров возможность воплотить свое творческое видение в жизнь — это сбывшаяся мечта. А для зрителей возможность ощутить магию кино — это незабываемое впечатление. Работа режиссера требует не только технического мастерства и управленческих навыков, но и уникальной способности вдохновлять и мотивировать команду. На плечах режиссера лежит ответственность за моральный дух на съемочной площадке, что становится критически важным, когда проект сталкивается с неизбежными трудностями. Эмоциональное лидерство — способность поддерживать высокий уровень энергии и оптимизма среди актеров и съемочной группы — часто определяет, насколько успешно проект преодолеет трудности. Режиссеры также сталкиваются с необходимостью адаптации своего видения к реальным условиям производства. Иногда это означает изменение сценария на ходу или отказ от некоторых идей в пользу более выполнимых. Эта гибкость может быть тяжелым испытанием для творческого человека, стремящегося сохранить свою художественную целостность. В этом динамичном и непредсказуемом мире кинопроизводство режиссеры должны обладать как невероятной стойкостью, так и творческой гибкостью, чтобы превращать каждое препятствие в возможность для творчества. Именно эта способность преобразовывать проблемы в потенциал для инноваций делает их истинными героями кинематографа. Когда мы смотрим фильм или сериал, мы переносимся в другой мир, разворачивающийся перед нами. Но задумывались ли вы когда-нибудь, сколько дублей нужно, чтобы сделать сцену идеальной? Ответ может вас удивить. Создание фильма — это сложный процесс, в котором участвует команда профессионалов, работающих вместе, чтобы воплотить историю в жизнь. Каждый от режиссера до актеров и съемочной группы играет жизненно важную роль в обеспечении идеального качества каждого кадра. А иногда это означает делать несколько дублей. Количество дублей, необходимых для сцены, может варьироваться, в зависимости от множества факторов. Например, если сцена включает сложную хореографию или трюки, может потребоваться больше дублей, чтобы убедиться, что все в безопасности, а действие выглядит реалистично. Точно так же, если сцена требует от актеров большой эмоциональной глубины, им может потребоваться сделать несколько дублей, чтобы попасть в правильное пространство и показать игру, которую ищет режиссер. Но даже, казалось бы, простые сцены могут потребовать нескольких дублей. Например, сцена, в которой два персонажа сидят за столом и разговаривают, может показаться простой, но нужно учитывать множество переменных. Подходит ли освещение? С правильным ли тоном и эмоциями актеры произносят свои реплики? Улавливает ли угол камеры нужные моменты? Каждый фактор может повлиять на количество дублей, необходимое для получения идеального снимка. И хотя для некоторых сцен может потребоваться всего несколько дублей, для других могут потребоваться десятки или даже сотни, все зависит от режиссерского видения сцены и уровня совершенства, к которому они стремятся.